Все сложности 2021 года и 2020 в том числе Стараемся работать над нашим любимым сайтом goodgame.ru И готовы сегодня рассказать вам о том, что удалось сделать за последний А-а-а, современный это снова ты У современного, конечно, в ближайшие три месяца будет особенно весело Потому что он и на стримфесте там готовится И к стримфесту по goodgame делает Еще параллельно у него много разных задач Короче, надеюсь, что у него все получится Стоит сразу сказать, что сегодня Виктор, он, конечно, в своем безумстве удивляет Сделал актовый зал со свободным входом Я вижу, туда уже начали первые товарищи присоединяться в качестве свободных слушателей Фрист, Гуф, Кеша уже сидит Кеша готов, если что, отвечать, рассказывать про приложение Потому что именно он является создателем нового приложения Которое совсем недавно вышло на iOS Вышло в Apple Store Вот Вы тоже можете присоединяться, соответственно, в Дискорде Ссылочка есть в чатике Он, видите, там уже ее кидает несколько раз Две цели В принципе, вы и так можете слушать трансляцию Там она просто будет без задержки в виде звука А вторая цель — это, наверное, во второй части трансляции Можно будет просто пообщаться в более свободной форме Если у вас будут какие-то кеши, здравствуй И микрофон сразу Здрасте Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Ну что, готов? Сейчас тебя полетят Или ты уже баги первые попринимал? Да, попринимал баги первые Попринимал первую похвалу Похвалу даже? Пока что полет, да Арктонс очень поддержал Всю эту историю с приложением Вот вдохновил на будущее развитие Ну, ты знаешь, как он умеет Да, да Он такой известный мотиватор Ну, видите, насколько я понимаю Не просто так тоже сидит Он, скорее всего, покажет Учитывая то, что он является счастливым обладателем продукции Apple И, ну, свеженький Потому что сразу стоит сказать, что приложение работает только на iOS 13 версии Поэтому, если у вас старый какой-нибудь айфончик, пятый Или даже шестой То там у вас работать ни черта не будет, правильно? Правильно Вот, но для... Приложение работает Да, старое приложение все еще По поводу демонстрации я говорю, что я, к сожалению, в Discord не смог настроить фит Поэтому без демонстрации Ну, как без демонстрации? Я же не видел вообще ее Ну, а что сложно в Discord фит настроить? На что? Не знаю, не получилось почему-то Не работает Ладно, в общем... Я могу написать видосик, но это максимально, что я могу Ясненько Ну, так вот я хотел посмотреть Скриншотики-то я видел, окей А у меня устройства достаточно нового нет Ну, ладно, хорошо Сейчас еще пофудим, наверное, минут пять Подождем еще, как человек 50 прилетит ЛКГ я вижу Танюшка, Фрист, Алекс, Джем в чатике И Лаяр, конечно же Витя тут же пользуется паузой И в бродкаст-каналах, говорят, нельзя стримить Говорит, окроп Точнее, укроп, учитывая то, что у него двойная О Это, видимо, такое экзотичное написание традиционного укропа Выговор Виктору Фомби выговаривает, блин Эх, Фомби, Фомби Ну, ничего Ферсиан, здравствуйте Здравствуй, Десик Нельзя, это аналог клубхауса Soundly Voice Ага Так, а, Витя, ты пробовал демонстрацию включить именно в актовом зале? Или мы, может, мы с тобой просто созвонимся на время демонстрации, ты там покажешь? Или она и там у тебя не работала? Там проблема в том, что, короче, там система такая, что нужно мне запустить Mac, на нем запустить QuickTime, на нем подключить iPhone Короче, все, слишком сложно У вас у Apple-овских, да, все вечно какие-то сложности Здравствуйте, Дволин Собираемся потихонечку Собираемся В Zoom, кстати, нормально это реализовано Там можно прям, если у тебя подключен шнур, без запуска дополнительного, просто с телефона Стримить экран телефона в Zoom Да, друзья, есть еще новость, в которой, собственно, по которой мы будем проходить И рассказывать, что было сделано Также в новости есть комментарии, в которых вы уже сейчас можете оставлять свои замечания Там, репорты и прочее Вот Ну что Погнали Слово предоставляется Иннокентию Он же Ашан Человек с одним из самых маленьких айдишников на Goodgame Расскажи, пожалуйста, Кеш, что в приложении? Нас ждет Да, человек с одним из самых маленьких айдишников Это я В приложении все очень быстро работает Самая, ну, основная задача была моя Сделать так, чтобы приложение не текло по памяти в первую очередь Потом, чтобы приложение могло наконец-то делать то, что должны делать приложения, которые занимаются видео То есть позволять шарить экран на другие устройства Возможность смотреть в picture-in-picture Это моя любимая тема Сидеть в телеге и смотреть стрим с Goodgame работает вообще отлично Плюс адекватно теперь работает фоновое воспроизведение Что еще? Да, поменяли немножечко селектор смайлов Теперь, если у вас действительно много смайлов Они группируются по Ипосредственно по каналам Откуда эти смайлы приходят Вот Клипчики сделали Вот Но с клипчиками сразу стоит оговориться Они очень конского качества Поэтому бывает, что они прям действительно медленно грузятся Вот В будущем станет еще лучше по клипчикам Чатик Можно нажимать на кириллические никнеймы теперь в чате Представляете? И Лаяру можно написать сообщение Вот Еще чатик приятно вибрирует, если кто-то пишет вам Так что Если вы популярный человек Подожди Так это же не нужно делать даже специальную приблуду Как на некоторых сайтах Что там Вот То есть Можно порекомендовать Танюшке, например Использовать приложение в качестве Альтернативного девайса Положить, например, на коленку И он будет Каждый раз, когда к ней обращаться Будет вибрировать Ну да Бассейн еще можно поставить Ну, в общем В принципе, понятно, что делать Класс Плюс еще Что появилась возможность По-моему, это было, да Возможность заходить в свой канал И свой чат читать Наверное, да, это было Да, было И уже, к сожалению, тяжело вспомнить Что именно нового Потому что приложение я начал писать Еще в декабре Вот И мы там с иплами Настолько долго боролись Что уже, честно говоря Сложно вспомнить Вот В роудмапе Ну Исправление всех ошибок Которые будут найдены Есть еще желание Сделать приложение Для Apple TV Вот Подправить Лей-аут для Айпадов Чтобы это все было Посимпатичнее Вот Ну да Как-то так Какой-то вопрос был Во время А, фидбэк Фидбэк Вот я беру Ставлю приложение Был бы у меня Айфон Актуальной версии Или Айпад Пользуюсь Что-то хочу сделать Сказать, что Что-то не работает Или наоборот Хочу какую-то фичу Вот Что мне делать? Все очень просто Жмякаете на иконочку Своего профиля В приложении Там есть Кнопочка Которая называется Сообщить Об ошибке Которая Отправляет вас На тему на форуме Тема на форуме Специально создана Для того Чтобы вы могли Посмотреть Не написали ли Случайно Вашу проблему Уже ранее И соответственно Если не написали Пишите на форуме Я этот форум Читаю Люблю Вот Тема называется Обратная связь С приложения Третья сверху Она Вот Но она Не всегда будет Висеть В топе Наверное Я надеюсь Что приложение Работает в порядке Вот Ну Либо еще Можно заходить Ко мне на канал И писать в личку Ну В смысле В чатик Моего канала Я тоже его Просматриваю Вот Понятно Довольно просто Да Вроде все понятно Я вижу Там даже Донат Есть в приложении Рубль я вижу В чатике Это что Донатить можно Реально Да Можно Можно Донатить Приложение Но Лучше Донатить Конечно Там комиссия Не поменялась С 30 до 15 Процентов Как обещали Пока что еще нет Я честно говоря Пока Ну Хочу изучить Доплант На этот вопрос Но пока что Не поменялось Лучше Донатить На Гудгейме Это да Хорошо Хорошо Виктор Тебе есть что Добавить Может ты хочешь Показать Приложение Ладно Это все Уже Проехали Спасибо большое Кеша За информацию Мы наверное Плавно переходим Ко второму приложению Которое Под Андроид Так Окончательное Решение По суду Яблоко Эпик Несут В течение Несколько Месяцев А То есть Это еще Не финалочка Я где-то слышал Что уже По Для компаний У которых Оборотка Меньше Там миллиона Баксов В год По транзакциям Там уже Снизена комиссия Но это не точно По приложению Для андроида Его С ним тоже были Проблемы В плане Переписок С Play Store И тоже Оно Подзадержалось К сожалению Вот Но там Не так Много Изменений По сути Там приложение Гораздо В более Хорошем Состоянии Как вы Помните Находилось Потому что Андрей То бишь Доктор Рей Над ним Работал Ну не Переставая Так Ну Постоянно В фоновом режиме Так скажем То есть Оно Довольно Актуально Но тем не менее Там есть Четыре фичи Типа Отображение новых Пользователей в чате Те самые Беляки Отображение подаренных премиумов Те самые подарки Которые вот Месяца четыре назад Мы выкатили Новое окно авторизации Видимо Это что Виктор Это упрощенное Мы делали На гейме Упрощенное Через чат Нет Не совсем А нет Нет Мы делали Помнишь Окно авторизации Новое Прямо Вот основное Которое На кнопочку Вход Нажимаешь И там Появляются Новые соцсети Более сокращенный Вариант И вот Теперь Оно Появилось И в андроиде Раньше Там было Старо Понял Понял Поэтому Скачайте Ставьте В андроидовском Приложении Гораздо Гораздо Все По крайней мере На данный момент Хорошие оценки Спасибо вам За что Ставите Пять звезд Это прям Очень важно И для андроида И для iOS Так оно и есть Было Кстати 4.8 Но Кто-то Недооценил Приложение Ну и конечно же Помните Что В обратной связи В приложении Тоже есть Возможность Оставить отзыв Ну то есть Передать свою информацию В свободной форме Которая Дойдет Сразу До разработчика В левом меню Вы свапаете И там Сообщите О проблеме Баги Ледоколыч Пришел Еее Ледокол До ледокола Мы еще дойдем Сейчас переходим К разделу Турниры на Гудгейм Турниры на Гудгейм Это наш второй По уникальности Ценности Так скажем Раздел В котором Вы Ну конечно В зависимости От тех игр В которые играете Главным образом На стратегии Но тем не менее Вы уже сейчас Можете Увидеть большое Количество турниров Напоминаю о том Что во-первых В конце этого месяца Будет первая квалификация На Russian Cyber Games Где призовой 190 тысяч Уже сейчас На втором месте Сейчас турнир New Order Это турнир по Mortal Kombat Кстати финал Турнира по МК На котором Призовой фонд Уже составляет 116 800 рублей Пройдет На стримфесте На нашем стенде И одна из граней Будет посвящена Как раз турниру И там будет Ну турнир Собственно Вот этот самый Будет проходить Трансляция Соответственно Тоже будет идти На ГГ И В турнирах Что появилось нового Кроме того Что радует глаз Наличие турниров Спасибо организаторам И вдруг Если вы хотите Организовывать турнир Делайте это Конечно на ГГ Потому что функциональность У нас просто безумная Поменялся Несколько Блок справа То есть Созданы новые кнопки Создать турнир Генератор сеток Там были Соответствующие Ссылки на Эти так скажем Разделы Но они Были Не так Активно Видны Так скажем Вот И появился блок Как организовать Киберспортивный турнир Он собственно Состоит из Новости За авторством Изарда Это подробнейший Гайд С С особенностями Про то Что можно вообще сделать С турнирным модулем Кроме того Наконец-то пришло время Использовать Вставить Тот гайд Который мы ранее делали Видео гайд Он гораздо более простой Опубликован На ютубчике Эта версия Коротенькая Буквально На 12 минут Там С хорошим Монтажом С Вычитанным Текстом Совсем Совсем Прям Показано Что нужно сделать Для чего Это сделать В общем Описан весь процесс Создания Ведения Проведения Турнира Это все делается Как раз для того Чтобы попытаться Новым организаторам Ну Показать Презентовать Не отпугнув Потому что Функционал В разделе турниров Он реально Очень Такой Серьезный Потому что Сами по себе Турниры состоят Из Ну во-первых Они имеют специфику Разные системы Проведения Разные игры Дисциплины Соло Командные Процесс Очеркания Сам процесс Проведения Турниров Он состоит Из разных Стадий То есть Публикация Предварительная Регистрация Подтверждение Регистрации Процесс Турнира Разделенный По пунктам Тут тебе Нужны И участники И сетка И результаты И учитывается Рейтинг То есть Тут В этом Видеоролике Мы попытались Показать Так более-менее Упрощенные В общих чертах Из чего Собственно Состоит И как Провести Турнир На ГГ Я звук выключил Но там Бесячий этот голос Далее Далее Видите Он старается Прямо еще Рассказывает вам Также Мы в фоновом режиме Начали Продвигать По Низкочастотным Запросам Сейчас Кеша По это самое Поправит Если что В общем В поисковиках Если люди Пытаются Интересоваться Именно Проведением Онлайн Турнира Мы Как раз Используем Эту страничку В качестве Такой Приветственной Здесь на первой странице Сразу гайд И если он захочет углубиться Он может нырнуть С головой И попытаться Организовать Турнир Эта тестовая рекламная Компания Пройдет Я думаю Будет проходить Около месяца Посмотрим Какие там будут Конверсии Сможем ли мы найти Каких-то сторонних Организаторов Которые в принципе Не знают АГГ Вот Если вы Соответственно Или ваш знакомый Или ваш код Проводит турниры Или планирует Проводить турниры Милости просим На ГГ Если вам нужна Какая-то помощь Тоже есть Соответствующий раздел У нас в Дискорде Насколько я помню Есть ли Вить Организаторов Турниров Есть отдельный Канал Для Профессионалов Скажем так И есть отдельный Общий канал Обратная связь Где можно вообще Любые вопросы задать Не только по турнирам Ну да Да Турниры работают Хорошо стабильно Чат И QR-код Ооо Ох уж Наши QR-коды Витя А может ты Перехватишь Инициативу Расскажешь Про изменения В чате И QR-кодах Собственно Да Здесь Довольно просто Мы хотим Экспериментировать С разными Нашими Сервисами Например С чатом И Пришла такая идея Давайте мы Поможем тем людям Которые Может быть Смотрят стрим Но по разным причинам Им неудобно Вот текущее положение Что вот они Сидят за компом И вот у них чатики Они пишут Например Люди с ютуба Или с других Плееров Которые трудно Ну Им нравится чат ГГ например Да Или же Они смотрят на телеке И им неудобно Вот эта процедура Поиска Чата в окне Отдельно Вот ты просто Поднешь телефон Сканировал QR-код И Зашел в чат И под это Мы Сделали пару улучшений Добавили кнопку Собственно Поприветствовать стримера Это не только было для этого Но и для новых пользователей А вот Для текущих пользователей Добавили Добавили В общем Авторизацию Спустя какое-то время Да И через Эту форму Кажется Регится уже больше Количества пользователей Чем через регулярную Нашу форму Которая находится В главном меню Сверху Не могу узнать Кеша ушел по-английски Поэтому Красава Мы узнаем сегодня Ну ничего страшного Кажется Эти данные были Еще пару месяцев назад Так Да Также вы могли заметить У некоторых стримеров Появился QR-код А это какая-то Целенаправленная Да Акция получилась Мы наш эксперимент Во-первых Чая первая часть эксперимента Была у нас Только на одном канале Некто макер проводил его И размещал QR-код Теперь же По результатам эксперимента Мы решили Расшить его На других стримеров Кто добровольно Хочет Такой код получить Вот На сегодняшний день С десяток стримеров Изъявили желание Мы раздали коды Будем наблюдать Смотреть статистику Как это идет Класс Хорошо Переходим дальше К мобильным Да Чет у нас хороший Мы его любим И в общем Одни сплошные позитивы Видим Да Чатик Ну только лень Не затаскивает Пользователей В чатик Привыкли просто Пассивно смотреть Код Саботирует Так У меня тут большое количество Макетов Мобильной версии Приобретения Прямо Это видимо Речь идет Об адаптации Под телефон Окна Покупки Прямо очка Ну в целом Окно Это обновлялось Где-то месяца Три назад На Сайте Была большая А недавно Мы сделали Мобильную версию Это же удобно Из чатика Если делать Я удивился Зашел на мобильную У нас И раздел турниров Сносно там смотрится Я уже позабыл Когда мы Адаптировали Под мобилки Под мобильный турнир Мы сделали Прямо сразу же На релизе Так Хорошо Мы переходим К активности Редакционной Они как Обычно Подготовили Подготовили Серию Материалов Ага Да Как раз Создали гайд По турнирному модулю Все правильно Посетили славный город Челябинск На прошлых уходных Было мероприятие Хорошее Оттуда привезли Большое количество Материалов На канале Ютубовском Рекомендую посмотреть Потому что там Давненько не было Лан мероприятий А тут финал Чемпионата России По компьютерному спорту В Челябинске Шесть дисциплин Интересно Нам в первую очередь Был Старкрафт Собственно Это и прокомментировали С братком Но там были На самом деле Интересные другие дисциплины Удивил НХЛ Которые комментировали Профессионалы Очень классно В Tekken 7 Тоже записи Хотя не уверен Что записи у нас На канале есть Кажется Мы только Старик Выкладывали В общем Есть две новости В которых вы найдете И галерей С турнира И видеоматериалов Массу Ну и наверняка На ютубовском канале Вы сможете найти Еще записи Трансляции Отметили день рождения Гудгейм Да ладно Это уже прошло Через моба конкурс Прошел мимо меня Кстати Стали партнерами Чемпионата мира По Heroes Hot А нифига себе Тоже не в курсе Начали тестировать Бету Новости Ооо Кстати по поводу Новостей новых Могу рассказать Коротко Давай Давай А то я стримлю Просто не в курсе Ситуации В принципе Там все довольно просто Мы когда-то давно Ну ориентировочно давно Где-то Три месяца назад Начинали Закончили переделку Новостей Под ГГ4 Вот Но там Остались доделки Со стороны бэкэнда И кстати говоря Хорошая подводочка К анонсу Слэш Кличу Который мы сейчас кинем А да Мы ищем парочку Специалистов Так Вот Чтобы помочь нам доделать В том числе и новости Вот Мы ищем Бэкэндер На удаленку Миша у тебя есть Может быть как-то Под рукой Требования Да Сейчас я Посмотрю Человеку Да Продолжай Мне понадобится Какое-то время Чтобы Зайти Вот В общем В принципе Это не то чтобы Большая переработка Просто мы все Причесываем И Улучшения В принципе Визуально Будут лайтовыми Главное Что это все будет Супер быстро работать На Втором ангуляре И в общем Это первый шаг К В общем К Современиванию Новости Были и Большая работа Была проделана По внутрянке Новости То есть страница Новости Конкретной Отдельной И была проделана Работа еще только Подготовительная Проектировочная Для Блока Новостей На главный Текущий этап По поводу Тестирования Бета Новостей Он включает В себя Просто отловку Того что сейчас Плохо работает Что мы Составили список Задачек И Доделали И выкатили уже Наконец-то А пока оно все Доступно через Бета профиль Да? Да Но Аккуратно Любителям новостей Включать эту кнопку Потому что Там возможно Что-то не будет Пока работать Я поэтому Всем не рекомендую Но если хотите Можете включить А я пожалуй Прекомендую Товарищам Включить бета профили Галочку На вот этом Плеере Там всего 319 человек Вот Тыкайте галочку Не забудьте Только Понять Как ее убрать Лучше конечно Будет сюда Специалиста Пригласить Чтобы он рассказал Ну Фильдар Ты как Готов Паши-то нет Я-то знаю Новости И ты-то знаешь Новости Еще раз Скину ссылочку Для Ильдара В том числе Ну и для Остальных ребят Тоже Ага Поднял руку Ильдар Пригласить выступить Здрасте Сейчас мы Ледокол Еще послушаем Нифига себе Ажиотаж У нас какой сегодня Ну что Сейчас Ледокол Должен Принять Мое Приглашение А А Это снова Ты Да Не пользовался Этой функцией Тоже сопередим Клабхаусом Пользовался В общем То же самое Да По поводу Этой галки Я попрошу Отметить Всех Кто ее Проставит Эта Пэта Ранее Она Может Работать Неправильно Может Не работать Вообще То есть Просто Если у вас Вдруг Что-то пошло Не так Идете Ботапрофиль Обратно И выключаете Хорошо То есть я Поторопился С призывом Включать Кто хочет Потестировать Пусть включает Вот Что Мы тестируем Тут Ну во-первых Мы тестируем Новый плеер Фронта Со стороны Фронта Который Должен будет Стартовать Быстрее И Скажем так Работаем Больше над User Experience То есть Уделяем Больше времени Всяким Спайкам Дропам Фреймов И Таким Плавностям Работы Плеера Также Мы тестируем Новый протокол Доставки Apple Low Latency HLS Который Позволит Доставлять Поток С Невысокой Задержкой Вот Задержка Конечно Будет Чуть выше Чем на Текущей Низкой Задержки Но Зато С этим Протоколом Мы можем Свободно Использовать CDN Мы можем Его спокойно Раскатать В будущем Когда это Выдет С бета На Все Плеера И на Всех Пользователей В общем То Наверное Хорошо Текущую Низкую Задержку Мы Ну Поддерживать Пока что В планах Не собираемся Дальше Как-либо Развивать Вот В целом Потестируйте Возможно Наверное Стоит Создать Тему На форуме Где Будет Какой-то Фидбэк По поводу Плеера Сейчас Ты создавал ее Кажется уже Я создавал Опрос Потому что Хотелось бы Пользователем Увидеть В новом Плеере Вот Также Там Будет Более Собранная Расширенная Статистика Которая Будет Собираться К нам В аналитику И Также Консоль Плеера Будет Тоже Удобнее Для Если Вдруг Мы к этому Позже Вернемся Конечно Если У пользователя Коннект Налаживается Мы можем Немножку Ускорять Стрим На 5-10% Чтобы Догонять Низкую Задержку Но Это тоже Надо будет Тестировать Также В планах В этот Плеер Строить Нормальное Автокачество Да Это важно Если совсем Все плохо Чтобы Плеер Просто Понижал Качество Незаметно Для Пользователя Вот В общем-то Это Плеер Квинтэссенция Всего Что мы Хотим От Плееров И Отказаться От всех Прочих Плееров Бета Профилей И Чтобы Все было Удобно И в одном Месте Да Часть Проблем С Плеером Связаны К сожалению С Магистралями С провайдерами И В этом В связи Имеет Смысл Сейчас Наверное Собрать Попробовать Как-то Актуальную Статистику По Тем людям Которые До сих пор Испытывают Проблемы С просмотром Стримов Будем Сейчас Это Ильдар Делать Ну Типа Если Лагает Спидтест Гудгейм Погнали Да Да Можно Это Сделать Если У вас Проблемы Наблюдаются Какие-то По Вечерам Ну Желательно Это Делать Как раз Во время Проблем То есть Вы приходите О Стрим Залагал Что Делать В общем Вам Наверное Я систему Не создал На форуме Но это Я После Наверное МКЛ Может Во время Сейчас Создам Нужно Будет Зайти На Страничку Спидтест Стране На столе Все Сейчас Я Скину Страничку В чат Где Я Потерял Стрим Потерял Стрим Переду На Новые Вкладки Вот Так Проверяем Скорость Сделать Замер До ГГ Я Уже В процессе Но Делать Это Просто Так Наверное Нет Смысла Да Если Нет Проблем Если Нет Проблем Да Не Стоит Кстати У тебя Проблемы Со Скоростью У меня Тот же Самый Netbynet У меня Все Хорошо И Может Улияет Мне Кажется Минимальный Тариф Типа 30 Мегабит Сейчас Возможно Да Тариф Во Первых При Замере На Этой Страничке Мы Сохраняем Все Ваши Данные Которые Мы Храним На наших Серверах Да Съели Ваш Айпишник Ваш Ваши Геолокацию Примерную Скорость Провайдера И так далее Вот Ну в общем-то Вы можете Поделиться Ссылкой Теме На форуме В чатах Не надо В чатах Я не Слежу Вот Тест ID Это количество Тестов Которые Было Проведено Уже Вот Сейчас Просто Выделил На стриме Вот Дальше Желательно Сделать Трассировку Я Наверное В теме Опишу Как это Делается Кто Не знает До Адреса HLS Goodgame .ru Вот И Тоже На форуме С указанием Source IP То есть Вашего IP Адреса Внешнего Мы Соберем Статистику На каких Провайдерах Чаще всего Встречаются Проблемы И Мы Обратимся К нашему Провайдеру Чтобы Открыть Тикет Возможно Лишится Проблемы Да Потому что В прошлый раз Да В прошлый раз Когда были Проблемы С вами Пилком Довольно Массовые Это было Где-то Недельку Назад На прошлой неделе Мы Создали Тикет Пописали Несколько Случаев Проблем И Пользователи Сказали Кто Жаловался Что в субботу Все решилось И проблемы Пропали Ну то есть Есть надежда Все-таки У нас Что Те же самые Проблемы С Ростелеком Хотя Ну это По крайней мере Какая-то попытка С нашей стороны Ее исправить Если помните Этот стык Со времен Мантича Еще не обновлялся Древний Он периодически По вечерам Загружен Ну ладно В общем со своей Со своей стороны Мы Через новый Плеер Через автокачество Через Новый Новый Сбор данных Кстати У проблемных Пользователей Попытаемся Минимизировать Количество Ну Технических Траблов С вашей стороны Ну и Соответственно Если у вас Есть проблемы И низкая скорость То Переходите на Спидтест Делайте Замеры В общем Тема на форуме Будет какая-то Или Или куда посылать Тему на форуме Я создам Хорошо Тема на форуме Будет Также Если Смотрят Стримеры То Пользуются Рестримами Гудгейма У нас уже Давненько Есть новые Рестримы Которые тоже В бета-профиле Вы как раз Написали Что Что Ютуб упал Но я думаю Что это Из-за Аспиранта Так-то у меня Рестримы не падают На Ютуб Ютуб упал Ну как раз Есть чем Чем заняться Ильдар Ну обычно Обычно Сейчас Кто-то кнопку По-моему Поражал Нет Да Вполне вероятно Это могут сделать Аспиранты Ладно В любом случае У меня локальная Запись Делается Этого Он возможно Просто не успел К началу Трансляции Так Что еще Может что-то Забыл ты Ну В общем-то Остальное То что я делал Это Мало затронет User Experience Поэтому Об этом Можно не говорить Сертификаты И прочее Сертификаты Да И прочие Сервисные Штуки Хорошо Спасибо большое Ледоколыч Будем надеяться Что стрим У нас Будут Еще стабильнее Да Я тоже Так Фишка Говорит Ютуб Упал И вот Снова Здесь А что Ты на Ютубе Ты делал Короче Много Самых Разных Интересных Материалов Мне на самом деле Понравился Материал С Пептаром Там Много Ценной Информации Юмора Межстрочного Короче Посмотрите Может быть Ну Там Косплей Гуд Косплей Как обычно Меми Гуд Эмоушенс Не только Стриминг И турниры Но еще и Редакция Хорошо работает Так Савелий Савелий Сделал видео Я его не смотрел Вовсю готовится Пишет Видимо Витя Следующий Апдейт Ачивок Нет Не я Это Савелий Написал Да Это блок От него Он всю Ну а как Савелий Читает Читать нужно Все неделю Нет Я не смогу Савелием быть Вовсю Готовится Следующий Апдейт Ачивок Для комнат И предметов Может Савелий Расскажет Савелий здесь Он же здесь Савелия нету В чате Не вижу его Но он был В начале В старте Трансляции Был Я не видел Да Да он В зрителях сидит Где он Я его не вижу Но он в списке В чате сидит Он молчит Ничего не говорит Савелий Давай побьем Все рекорды явки Точно Я уже сплю Читай давай Не 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 Ну Савелий Ну давай Ты че Ну тут Буквально прочитать Расскажешь От себя Это же самое лучшее Когда от себя От сердца Что ему Куда ему Скажи Какую ссылку Дискорд Так он пусть зайдет Просто он Знает Где На Гудгеймру Зайти Дискорд Блин Че он ломается Я не понял Ну это ладно Проехали Михаил Короче Смотрим видеоролик Сейчас рыбу запускаю У нас забанит За музыку Логотип 1-1 А у нас Анимированная комната Будет И предметы Анимацию Получит Да Гусь Короче Для тех Кто в танке И не знает Что такое Ачивки Ачивки Это сравнительно Ну вообще Мы их Наверное Сделали Месяцев 8 назад Это колоссальный По объему Раздел Он состоит Из Большого Количества Так скажем Достижений За которые Вы получаете Виртуальные Предметы Которые Можете Выставлять В своей Комнате Это если Так упрощенно Говоря Кроме того За получение Ачивок Вы За получение Ачивок За выполнение Ачивок Вы получаете Опыт А за Полученный Опыт За закрывание В частности Веток Как бы мне вернуться Подожди Я что-то забыл Вернуться куда? Да вернуться В это В это главное Закрывая Одну ветку Вы получаете Дополнительную Экспу И подписку На ГГ плюс На месяц Короче Это самый такой Простой способ Познакомиться С возможностями Сайта Получить Какие-то Бонусы И плюс Есть еще Геймификация Сейчас В данный момент Ачивки Не анимированы То есть предметы Статичные Тем не менее Их там Где-то Штука 120 Есть разные роли Зрители Премиум донат Стример Знакомство с сайтом Собственно базовое Вот И место наверняка У многих в комнатах Уже закончилось Потому что Предметов Больше чем Может поместиться Есть предметы Настенные Есть предметы Напольные Но Нельзя например Поставить стол И поставить туда Гуся Или утку Ну или там Плазм Поставить Собственно Это проиллюстрировал Савелий Я не знаю Насколько сложно Это будет реализовать Потому что Ну мы специально В первой итерации Не делали Вот эту Более сложную Механику Но заменить Статичные предметы На анимированные Я думаю Будет Скорее первым шагом Вот Объявление Если вы хотите Помочь нам Сделать анимированные Смайлики Приходите по ссылке Серьезно И реплайте У нас Это Бэкэнд девелопер Будет делать Анимированные смайлы Нет Это вакансия На бэкэнда На бэкэнда Скорее всего Не фуллтайм Ну потому что За такие средства Фуллтайм Бэкэнд Вряд ли мы найдем Но тем не менее С так технологией Требования Вы сможете найти Так Закрываем Закрываем Вовсю готовится Следующий апдейт Ачивок Для комнат предметов В версии 1.1 Включаются Переработанные Анимированные комнаты Анимированные предметы Савелий Ты все предметы Проанимировал? Не верю Возможность Строить башенки Из предметов Погоди Сколько предметов Ты проанимировал Савелий? Честно только скажи Там же Ну я думаю Что камни И бочки Большинство Большинство А там предметов Где-то 120 Или 117 У нас Не помним Ну то есть Это больше половины Стикеры для Телеграм Оказывается Вы В скобочках 19 человек Как пишет Савелий Их просили Мы наконец Близки К завершению Релиз Ближе к стримфесту То есть Будут стикеры В Телеге Сколько раз Кстати На протяжении Длительного времени Такие редкие запросы Были про стикеры В Телеге К стримфесту У нас есть Стикеры В Телеге Правда Они на основе Текущих смайликов И быстрее всего Просто возьмем Выкинем Наши Ну короче То что я делал На коленке И добавим Крутые Смайлики Савелия И таким образом У всех Там же Куча скачиваний Было И у всех Телеги Обновятся Я надеюсь на это И это будет Супер Да Телеграм Сейчас очень многие Пользуются Хорошо Приятное дополнение Так Как скачать Стикеры Бьет Да У меня есть тема Под стикеры Я сейчас скину Окей Так По поводу стримфеста Тут очень мало информации На самом деле Там уже Короче Мы все-таки Набрались решимости Принять участие На стримфесте Потому что Финансово Эта штука Не совсем профитная Даже несмотря на Все Максимально лояльные Отношения Со стороны Со стороны Михаила Лисецкого Он же Лисориус Который Нам всячески Помогает Мы все-таки Приняли решение Принять участие Вновь на стримфесте И у нас будет стенд Стенд будет состоять Также из четырех граней Возможно Кстати Одна будет Немножко повыше Там есть Альтернативный вариант Уже сто процентов Уже сто процентов Мы на стримфест Изготовим Новые макеты Футболок И возможно Но это не точно Новый макет Ковра Тут все зависит От Савелия На самом деле Футболочки Коврики Мы будем Так же Как в прошлый раз Раздавать Нашим Любимым Ключевым Стримерам Которые После этого Часто появляются В кадре Именно В этих футболках Привет Дагфакс И Продавать Всем желающим Кто захочет На месте проведения Это собственно Первая из четырех граней Вторая грань Это Специальный турнир По Mortal Kombat С товарищем Сноубоем Который регулярно Проводит Уже четвертый Крупный турнир Проводит На ГГ И делает соответственно Трансляцию Правда не эксклюзивный Но на ГГ Он тоже стримит Леуссориус говорит Я лёгок на помине Горит Как полуфраза Буквально писать ГГ для пресс-релиза Стримфеста По аналогии с Яндекс.Дзен Платформа для талантливых блогеров Платформа для талантливых блогеров Пойдёт Да В общем-то можно так Если они ещё не Не разместили у себя этот текст Можно просто вместо Яндекс.Дзен Написать Good Game А если серьёзно Good Game Good Emotions Если Если поразвернуть Good Game Это не для всех Нет Не ладно Не надо Не обидеться Это Это вебкам Для талантливых стримеров Для Для хорошего настроения Для приятного общения Для Для чего? Ребят, предлагайте свои варианты в чате Для Для пептара, говорят Котов больше бобров Что? Для рыбы? Не поймут Спасибо, Михаил Сейчас мы что-нибудь обязательно придумаем ГГ У нас нет категории с бассейнами Мы хотели одну из футболок Сделать какую-нибудь Вот покнуть Твич С его С его контентом Но Решили не лезть Good Game Свободная платформа Без бассейнов Не осуждаем Да Не для осуждения Да Для развлечения А не осуждения Кстати, друзья Вы можете сейчас реально повлиять На макеты футболок Первое, что я вам рекомендую сделать Это подписаться на канал Савелия Потому что он чуть ли не каждый день Стримит свой, так скажем Производственный процесс Каждый день Заткнись Вот И И что самое главное У него все происходит В режиме так Ну, реального времени В плане, что он не приходит с ТЗ И Под котиков очень сложно ТЗ писать А Он приходит с идеей И ее воплощает Поэтому заходите к современному Подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить уведомления О начале трансляции Как это я сделал И О, Пептар тоже застримил И вы сможете Буквально Ну, повлиять на то Какой будет футболка Хотя бы вот С точки зрения А потом приехать И еще и купить Вообще Класс Или вам просто ее подарят Если вы стример Танюшка там врывается И погнали Короче Вторая грань Это будет так же Как в прошлом году Грань с мерчем Новые футболочки Ориентировочно новый коврик Надеюсь, мы успеем За оставшиеся два месяца Все нарисовать Изготовить Качество Как правило Мы не экономим На футболках Если вы приобретали Вы знаете Что они хорошие И по пошиву И по материалу И по типу нанесения Я правда Сейчас в футболке Сколково Михаил Иссорию Смотри Зацени Я ее сегодня надел Первый раз Видишь Это подарочная Вот На следующей Третьей грани На стримфесте У нас в любом случае Будет зона С интервью Где будет постоянно Идти прямой эфир Где мы будем Общаться со стримерами И пока непонятно Что будет на четвертой грани Мы ведем С парочкой Компании Переговоры Относительно Совместных активностей Не знаю Получится там Что-то или нет Но как раз Для того Чтобы снизить Затратную часть Вот Но То что вот Три грани С этими ролями Будут Это 100% Поэтому Берите билеты Кстати Можно билет Купить на меня И тогда я получу Часть средств С билета Это тоже Поможет нам Купиться И приходите На стримфест В прошлый раз Было весело Давно не виделись Вживую По крайней мере Из-за этой пандемии Можно будет сфоткаться Можно будет пообщаться Времени Я конечно Буду в мыле Но С теми стримерами Которые подойдут Мы как правило Успевали Наобщаться вдоволь Давай я буду Около магазина Играть с людьми В игру Кот или кошка Открывай Одного из своих котиков Они в глаза Ё-моё Понеслась Меня отвлекает Окей Так Донатик прочитай Донатик прочитай Сейчас Секундочку Сенталис говорит На месте проведения И по турнирам Это замечательно А как же тем Кто еще не готов Выползать из берлоги Решил посамоизолироваться Еще года два Но хотя бы в ограниченном режиме Добавьте В магазину Хотя бы на месяц Ну пожалуйста А это так и произойдет То есть остатки Они попадут в магазин Не переживай Все в порядке Так что стримфесту быть Стримфест будет У нас В каких там числах Извините Я уже забыл 17-18 июля 51 день остался До стримфеста Как-то так Ну и по традиции В конце В конце новости Нас ждет Такой ченджлог Здесь в кучке Все фиксы Которые Которые Не относятся К какому-то Основному Большому разделу Просто правки Багов Давайте посмотрим Что было сделано На странице Премиум поддержка Тебе присутствует Кномер Удаление карты У нас была серия Изменений Потому что мы Переходили с Альфа Банковского Эквайринга На интервейловский На монету Ру И В связи с этим Было много изменений Не только в плане Интеграции Но и Сохранение Старого функционала То есть по-прежнему Работает Альфовский Мерчант И при этом Вы можете добавлять Несколько карт В общем там Серия Серия изменений А кстати У стримеров Ж еще появилась Эта тема Сообщить По заявкам Если у вас Есть какие-то проблемы С выплатами Хотя в прошлом месяце Никто Не пожаловался Но тем не менее Периодически Такое происходит Ну например Мы это демонстрировали На прошлом На прошлом Да Но там была картинка Да Но мы выкатили Это уже на прот То есть Как это Сможешь ты сейчас Найти макетик Чтобы я показал Я не хочу Светить заявки И прочее Это же не нужно совсем Короче Смысл в том Что если вы стример Да У каждого стримера В блоке Там где он Сколько заработал Где кнопка вывести Есть Дополнительно Появилась Дополнительная кнопка С логом Так скажем Заявок Да Заявки называется Вы туда переходите И видите Что Статус Ваших Ваших заявок Но кроме того Что вы видите Статус заявок Вы можете нажать Еще на кнопку Типа Мне не пришли средства То есть После определенного Количества времени У нас Заявки обрабатываются С первого по десятое число Каждого месяца Формируется С первого по седьмое число Соответственно Вот есть у нас Гап По запас По времени Чтобы сделать выплаты Но после прохождения Какого-то времени Спустя то ли 3 То ли 5 рабочих дней Чтобы охватить Запас По банковским картам У вас появляется Возможность сказать Что мне Ну типа Заявка Выполнена Но мне деньги не пришли Ну чтобы не писать На саппорт Как это раньше бывало Или не писать в дискорде Короче есть такой инструмент Скинул картинку Да куда В дискорде Ну в телегу В дискорде Куда тебе Куда хочешь Главное скинь А потом Телега Так Где у меня телега-то Телега Так сейчас Как тут фулс Она мелкая Как не знаю что Ненормальная Размер Да Дискорде Нет Я ее сохраню Как локальную Открою так Короче вот такая Она и так у тебя мелкая Короче ссылочка Есть в блоке Заработок Видите заявочки И Ну видимо Я не оригинал Сохранил просто И заявки на выплаты То есть У вас есть возможность Отменить заявку Нажать кнопку Не пришли И посмотреть Там Сколько времени Прошло Короче Это мы делали Исходя из Того что Каждый месяц Есть Какое-то Количество Заявок Но оно Варьируется На самом деле По моим Подсчетам Где-то от Трех До Десяти В зависимости В зависимости От Моей Внимательности Внимательности Стримеров Некоторых В плане указывания Данных Вот И Но в этом месяце Вроде все Все ок Никто не жаловался Мне не прилетало Ничего Что что-то не пришло Исправленная ошибка Когда выбор Ника В подарках Не работал Исправленная ошибка Которая не давала Сторонним плеерам Выводиться Онлайн Но по-прежнему По поводу Плееров Которые Не выводятся Онлайн Я Очень сильно Негодую Что Русбрейн Поддержал Говорит Владимир Сниуй пожалуйста Модорку На твоем канале Вообще без проблем Ты что У тебя Соблазн велик Помощники Стримера Он может быть Имел ввиду Снини Всем остальным Модором Моему Оставь Не-не-не Он про себя Говорил Все готово Я Грущу Когда вижу Что твич В эмбедах Заставляет часто Ну прерывает Просто просмотр Трансляции Заставляет Переходить на сайт Вот И мы обсуждали На планерке Относительно Убирания Вообще твича Нафиг Ну потому что Все равно Пользователи Будут Если только Стримить человек На твич То товарищ Перетекать будет Рано или поздно С такой динамикой Поэтому Надо подумать Что делать Исправленная ошибка Это было Исправленная ошибка Когда ссылка С страницы Заявок Срабатывает Только если Открыть В новом окне Если честно Я даже не знал Исправленный текст В блоке подарка Если подарить ГГ плюс Позиционирование Что это Тултипов видимо Это подсказки По наведению На различные элементы Так Иногда было И побольше Вот Ну и с картами Мир Была проблема У Альфа-банка Исправленная проблема С позиционированием У некоторых блоков В чате Добавлены склонения Условая Премиум В блоке подарка В чате Исправленная ошибка Когда деактивируешь аккаунт Нарешитель мог Продолжать писать В чатике Ооо Кстати Моя любимая Я не просил Но Это видимо Модераторы Модераторы просили Да Теперь по Ну Я всегда Когда деактивировал Лак И продолжал С человеком общаться Я просил Его обновить страничку И как бы Большинство после этого Просто исчезали Так что В принципе Нормально Это видимо Для того Просто у тебя навык Уговоры высокие Понимаешь Университет Да Да Надо по-хорошему К людям И они Видишь Отвечают Теперь клик по нику В блоке подарка Вставляет обращение К этому пользователю В импут чата Ааа Исправленная формулировка Спасибо сказать Да Да Удобно очень Исправленная формулировка При выборе различных Периодов списания Пользователь соглашения Политико-конфинансиально Переведен на английский язык Добавлены авторизации Через Apple А это для того Чтобы приложение прошло Насколько я помню Да И для этого В том числе Да Исправленная редкая ошибка Когда донат Когда донат списывался дважды Надеюсь редкая Не надеюсь не редкая Ладно извините пожалуйста Исправленная может проблема С рекуррентными платежами Да И еще предстоит Или это с нерекуррентными у нас Это возвраты Предстоят возвраты Да это не то Обновленная аватаргага на ютубе Кстати спасибо за подписки на ютубе У нас там на 30% рост За последний месяц Возможно это Варкрафт Возможно это вы активизировались Добавлена кнопка заявок В блоке стримера Об этом мы рассказали Теперь отображается Полное название стрима При наведении мышцы Слава тебе господи Так Я для себя записал пару пунктов Но первый мы уже выполнили Потому что пришел ледокол И напомнил По поводу проблемных пользователей Замер скорости И так далее Тема на форуме Ледокола чем была создана Он скинул ссылку Но скорее всего она сейчас будет Да обратная связь Плеера трансляции Обратите внимание Туда собственно Там инструкции Что нужно делать Анклав интересная тема Тоже светится Вот по суду Никаких на самом деле новостей Просто продолжаем Передаем привет адвокатам Благодарности Совсем недавно было интервьюшечка Как раз вот в Челябинск Когда съездил И там Дэн Фризер Организатор Владелец команды 3D Брал у меня интервью А он как раз пропал На несколько лет И вот совсем недавно вернулся И он все вот эти вот новости Которые произошли Там с появлением С агрессивной политикой Твича С появлением ВАЗД С бюджетами С судом Со всеми вот этими проблемами И он такую ретроспективу дал В интервью Что ну действительно Времена-то сложные у нас То есть год-два Нет, три стакана пока не вернули, но там нужно отдельный документ по повороту дела делать. Когда заседание апелляции? Пока информация не появилась, 27-го числа... Ой, 27-го, нет, не 27-го. Или месяц прошел уже без информации. Да, кажется, 27-го. Давайте зайдем в Мосгорсуд. У меня есть тут... Я только сегодня проверял. Да, 27-го числа прошлого месяца была подана апелляционная жалоба и до сих пор нет никакой реакции о назначении. То есть КХЛ-маркетинг продолжает судиться. Мы тоже подали апелляционную жалобу, но она носит такой минорный характер. Мы стараемся избавиться от упоминания GoodGame.ru без конкретной ссылки в решении суда. Там как бы GoodGame.ru в скобочках две страницы, на которых нужно трансляцию забанить. Но и от этого адвокаты хотят избавиться. Поэтому что? Я наверняка что-то забыл, потому что прошлый МКЛ у нас был больше, чем два месяца назад. И наверняка мы что-то упустили. Виктору спасибо за то, что повытаскивал. У нас еще много чего готовится, но мы просто пока это не тизерим. Скоро будет новый МКЛ, на котором мы расскажем следующее мнение. Хорошо, мы переходим к копчению или еще не все? Да, давай, наверное, к копчению. Смотрите, я еще раз кидаю ссылку на Дискорд. А что это будет? А, это... Ой, классно. Друзья, сегодня будет первый такой эксперимент. Вы можете зайти прямо в эфир и сказать, Михаил, ты ах... Вообще. И дальше по пунктам просто. Собственно, вы просто поднимаете ручку, ну там кнопочка, и мы вас приглашаем. У нас есть первый уже кандидат, Гуф, я его приглашаю. Да, Гуф, я знаю Гуфа, я с ним часто встречался. Привет, Гуф. Привет, Гуф. Всем привет. Ой, хороший микрофон у тебя. Привет, администрация. Здравствуйте. Прошу прощения за качество. Не-не-не, нормально, я-то не сарказм был. Микрофон хороший. Ладно, спасибо большое. Так, еще раз поприветствую администрацию. Очень хотелось поднять один вопрос. По приложению на Android. Идет огромная задержка по началу стрима, по оповещениям начала стрима. Это где-то получасовая задержка. Не всегда успеваешь на самые интересные моменты. Речь про пуш или про... О чем здесь? Пуш уведомления, да. У нас есть проблемы с пушами, в том числе и на iOS. Есть задача по переделке пушей. В общем, задача есть, ждем, когда пофиксим. Да. Так, за эту информацию спасибо. Еще пару вопросиков есть. В частности, вопрос к Михаилу. Миш, сервер получается гудгеймовский на MGTS, я так понимаю? Да, верно. На MGTS. Вечером, где-то в период с 7 до 9 часов. Где-то по-вашему, получается, с 8 до 11. Вот так вот бывают проблемы. Ты на MGTS сидишь? Нет. Я в Калининграде, у меня ТИС-диалог. Но я замечал именно, что проблемы у MGTS, именно на стыке. ТИС-диалог и MGTS у нас были проблемы. И именно проблема была зафиксирована у MGTS непосредственно. Ну и тут как бы ледокол подключился, он, видимо, сейчас... Если можешь, то пожалуйста, трассировку и всю доступную информацию в тему скинь, создадим. Да, тема формирована. Отлично. Класс. На время, именно на время проблемы, когда будет проблема появляться. Да. Да, да. Да, хорошо, я тему заложил себе, спасибо. Ну и отдельное спасибо за ачивку с моим ником в комнате. Я сегодня ее увидел, мне очень понравилось. Не специально. Обрадовал. Не специально, но это было красиво. Да, Гуф, ты хорошо. Ну спасибо тебе большое за инфу. Жалко, что некоторые ответы у нас будут похожи на текущие. То есть мы, скорее всего, знаем о какой-то проблеме, но некоторые задачи у нас лежат в бэклоге из-за того, что ресурсов не хватает для оперативного фикса. Ну, речь идет о уведомлениях. А по... Да. Ну, в общем, по остальному ответили. Спасибо. Let's go. О, Мика. Мика, анимешник, смотри. Я хочу послушать их тоже. Надо, чтобы... Вот, руку поднимаетесь, измените. Спасибо. Есть, Мика. Сейчас такой бас у него будет. Yeah. Ну, я Мика пригласил. Мика нужно нажать на кнопку «Принять», чтобы переместиться к шпикеру. Экспериментируем с новой темой. Сейчас сигнал дойдет, он найдет, где кнопка, и все. Неизвестный, спасибо тебе за ссылочку. Мика сверху. Он отклонил. Отклонил. Видишь, какой... Есть, получилось. Нашел, нашел. Привет всем. Привет, Микер. В чате анимешники появились. На самом деле, да, я с вопросом, я по делу, я такой серьезный, без няканья, без всего. Вот сейчас усы подкручу, в общем. Миш, давно хотел задавать вопросы по iOS-приложению. Я сегодня, к сожалению, пропустил анонс по нему. Я так понимаю, фичи какие-то добавили. У меня, как у человека, который все время за рулем, частенько бываю, два вопроса будет. Возможно ли когда-нибудь в iOS-приложение добавить фишку фоновой работы? Так, есть уже. Уже есть. Уже есть, да? И, ну я не знаю, насколько, возможно ли в iOS-приложение добавить фичу голосового ввода сообщений? О, Rocket Science пошел. Ну, смотри, у нас старенькое приложение, раз ты пропустил начало. Старенькое приложение, оно остается, но вышло новое. Если у тебя операционка 13 и выше, то надо его ставить. Там, собственно, picture-in-picture и фоновое воспроизведение, соответственно, оно реализовано. А вот голосовое сообщение, это вот Ашан тебя послушал, разработчик, и это не ко мне вопрос. У меня есть два ответа на это. А, даже есть. Есть сообщение, уже сейчас работает. Я объясню тебе так. Есть встроенный в клавиатуру, допустим, Apple точно, у Google, наверное, тоже есть. Я пользуюсь Gboard. В общем, проблема в том, что нужно поставить беззвучный, ну, то есть, типа, выключить звук со стрима, нажать в голосовой ввод на встроенной клавиатуре и произнести текст. Он его переведет сразу же в текст. А, а, публикация? А, публикация? Ну, ты просто, он же прям пишет тебе в input чата. То есть, ты наговорил, нажал отправить, и он отправился. Но проблема в том, что нужно звук выключать в телефон, иначе он не сработает. Ну, я понял. Но там все-таки в кнопку надо попасть. Вот едешь-то три часа за рулем, хочется в чате Майкеру пеку кинуть. Вот, послать ее не получается. Не, это, понимаю, это не ключевая фишка, но я думаю, что все, кто в машине, там, в пробках смотрит ГГА, они просто на позитиве будут от такой штуки, потому что частенько не хватает возможности поболтать с народом. Вообще, хорошая идея в CarPlay еще добавить GoodGames. Да, я говорю про CarPlay, я пользуюсь CarPlay, в принципе, ну, если вот CarPlay, скажем так, использует функции, выходящие за пределы в него заложенного, то ГГА работает там нормально. Я надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Вот, но потенциально, если он там появится, если это будет возможно, то будет классно. На Мишану, может быть, что-нибудь добавить? Да, уф. Вот, ну, голосовой вот через Siri там или еще как-то было бы очень. Может быть, сами поработаете над этим. Это, кстати, по-моему, классный экспириенс с перспективными UI-пользовательскими интерфейсами. В общем, так что так. Привет, Мика, классное предложение. Класс, пошел процесс. Сейчас мы за пару дней. Я же давно слышу кипонскую девочку, честно говоря. Не скажу, что они мешают. Слушай, Ашан, я тебе сейчас секрет раскрою, короче, перебью немножко. Я через Voice Changer сижу и на стримах, и здесь, вот, так что... А, ну, слава богу. Победительный. Не палюсь, да, не переживай, все нормально. Вот, я сейчас машу волшебной палочкой для тебя, так что все нормально, все под контролем. Я тоже на свою фантазию о японской девочке машу волшебной палочкой. Короче, вопрос у меня такой. Есть ли у тебя референс какой-то о приложении, которое делает то, что ты описываешь? Слушай, хороший конкретный вопрос от конкретного человека. Сейчас рефа нет, но я готов подумать в ближайшие дни и лично с тобой списаться по этому вопросу. Класс, договорились. Так будет гораздо проще понимать, да, как с этим всем работать. Спасибо. Хорошо, ага, давай. Блин, классно, какие серьезные люди у нас собрались. Мы за пару дней сможем вообще весь гудгейм переделать такими темпами. Так, ребят, подключаемся к общению. Нам точно понадобятся разработчики. Кстати, нам нужен верстальщик. Мы рассматриваем еще возможность верстальщика взять. Лени пришел, ё-моё, Лени. Здрасте. Алло. Алло, кто это? Слушайте, я, да, Михаил, здравствуй. Я с телефона, это самое, пока это комп не включаю, а то жена опять скажет, сижу тут. Ну да, каблук, не понял. 10-летний мужик опять не успел прийти и сразу за комп. Собственно, два вопросика. Ну, сначала всем привет, чатик отдельно. Здрасте, здрасте. Первый будет, да, по поводу приложения, что-то все сегодня как-то прям, в основном вопрос по приложению и у меня тоже. Я, как Ити Чуфрейн, все время прошу, чтобы появилась возможность смены значка перед ником в чате, если ты сидишь через приложение ГГ на андроиде. Ну, неважно, наверное, на есть то же самое. То есть вот этот андроидовский человечек, чтобы он можно было поменять на там, ну, какие есть в аккаунте, собственно, там, не знаю, значки свои же. Да. Ну, у нас, кажется, вообще настройки подобного рода. Ну, это так просто. Хорошо, да, значок это важный, я понял, попросили. Да, и второе, так уж, в топчиком, по поводу стримфеста. Я так понимаю, ты там два дня всего пробудешь или как вообще планы? Мы, скорее всего, приедем за день, как минимум. И, ну, по поводу оставания я не уверен. Но за день мы там в любом случае будем. Я к чему клоню. Будет ли какой-то такой мини-сход, что ли, если кто-то с ГГ будет? Не там, где-то на стримфесте, где куча народу не пообщаться, а там где-то собраться, небольшой, да, небольшой такой компаш, где-нибудь посидеть после, если будет время или желание. Да, мы в прошлый раз собирались, правда, со всем ограниченным кругом. Там проблема есть в том, что... Ну, как обычно, да, только донатеры какие-нибудь, подписчики и все остальное, да? Да, там Росбрейн, Арктонс. На самом деле, в прошлый раз мы еще меньшим кругом собирались, потому что там была встреча с Близзами. Еще тогда они разогнали Версальский офис. И приезжали Близзы на турнир. На стримфесте же был турнир на прошлом по Варкрафту. Вот, и мы там обсуждали перспективы, но кто же знал, что перспектив у Версальского офиса нет. Как у Рефоржа. Ну, в плане, в том виде, в котором он и вышел. А так, да, я думаю, надо просто как-то собраться проверенными людьми, списаться и в конце забориться куда-то. Ну, потому что, да, я так думаю, люди, которые едут, точнее, от сайта, кто будет покупать, вообще про новость узнали, они едут по большей части не то, что тебя посмотреть, но вот к этой компании с ГГ, они просто... Да-да-да, эти штуки довольно популярны у разных там стримеров. Так что, да, я думаю, нам будет о чем поговорить. Тем более, товарищам, которые активны в чате, в общем-то, общий язык находить не нужно. Все уже знают, какой смайл ставить. И, да, это хорошая тема. Ну, упырь-упыря видит издалека. Да-да-да, рыба. Вот, ну, да, спасибо. Слушайте, а клевую штуку придумали с актовым залом. Прямо мое уважение. Это вот Виктор. Я надо прям напрямую ее представлять, интегрировать ее в ГГ. Заходишь в чат, просто начинаешь стрим, а там тебя сразу Михаил, привет! Просто там 300-400 человек. Да, организованно так все будут общаться, я чувствую. Да, ну... А, дискуссия сам? Нет, конечно, я контролю. А, контролирую, понял, хорошо. А, минуснул. Крис, нечитаемый дальше ник. Крис Хунта. А, я тут по-другому прочитал, но не важно. Это анимешник еще один, ты что, не знаешь его? Привет. Привет. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Извините за мой микрофон. Один вопрос. Так. На андроид-приложениях, то есть то, что я сейчас говорил, никого не слышно. Мы тебя слышим хорошо. Да. Все хорошо, извините. Привет, привет. Если вы только сказали о приложении, первая авторизация может происходить достаточно долго. В этом вопрос. Это баг или так задумано? Возможно. Я отправлял это в обратной связи недавно. Там прямо долго? То есть, насколько долго? Ну, то есть, у тебя белый экран, и он может так 20-30 минут лежит стоять. Это задача перед нами уже горит снег. Да, знакомый. Ясно. То есть, все. Мы знаем о баге. Доктор Рэй мелькнул, кстати, в чате до этого. Разработчик нашего андроидовского. Так что, да. Хорошо. Спасибо, ребята. Вы лучшие. Спасибо, Крис Хунта. Спасибо. Так, еще есть ли я еще? Ну, Мика опять руку поднял, но я думаю, что не нужно обращать на него внимание. Потому что по разу, а то это и так у нас разрывается. Да. Там точно не пальто еще есть. Ну, в общем, фрист решился, поднял руку. Давай. Здравствуйте. Нет, еще не здравствуйте. Он должен кнопку нажать. Да, принимайте. Пинвайты. Там вопрос по работе. О, раз. Слышно? Ну, да, ну, да. Здравствуйте. Боже мой, это невероятно. Технологии дошли. Так, так. Михаил, ребят, помогите, пожалуйста. Вот я, честно говоря, по турнирам, да, на сайте, значит, у меня постоянная проблема. Вот вроде все прекрасно, все замечательно. Тщательно, турниры идут еще. Но, к сожалению, помни вот закончил стримить. Он там стримил какой-то турнир. У него в названии написано, как обычно, я как захожу в турниры и пытаюсь его найти. Смотрю вкладку, сейчас проходят, сверху пытаюсь найти. Не или не на другие турниры. Это другая турнира. Да, я не могу найти ссылку. И частенько бывало такое, когда Миш, ты тоже что-то стримишь. Тоже, ну, первое, что, когда ты, я не знаю, как найти там, получается, по темам начинаешь пытаться найти вот это вот все. Мне кажется, вот если в турниры добавить, вот именно проходят сейчас ссылки вот эти, будет очень удобно. Потому что у меня вот, например, не знаю, может, я старый такой, мне приходится на один ликвид где-то искать еще. Все правильно. Ну, меня, конечно, еще спасает в чате. Вы часто в этом инфо пишите. Да, 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 да. Вот это вот все. А по-другому я найти не могу. По идее, логично, ну, когда турнир какой-то стримишь, ты нажимаешь на турниры и там его находишь. Сейчас проходят. Да, короче, я объясню все. Я за свое время никогда не мог найти. Нет, 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 это разные вещи. К сожалению, это разные вещи. Турнирный раздел на Good Game, это речь идет о тех турнирах открытого типа, в которых ты, как правило, можешь принять участие. Это турниры, которые проходят на нашей платформе. Вот. А те турниры, которые освещают стримеры, не всегда проходят у нас. И они, ну, их ведением периодически, в зависимости от их важности, занимаются редакция. И у нас есть специальный раздел Events, в который, кстати, ты не найдешь только по прямой ссылке. Но она на главной странице периодически появляется. Короче, мы не можем добавлять все подряд турниры в этот раздел открытых турниров, потому что он там загадится. Поэтому единственное решение — это уповать на адекватность стримеров, которые будут вешать в Message of the Day, как ты правильно делаешь, и заходишь на другие там сайты, где, собственно, ведется репортаж с этого турнира, и смотреть там. Увы, простым способом эту проблему не решить. Вот. Прости. Нету такой там вероятности найти новость какую-то создать специальную там вверх ее, там может закрепить где-то или еще один. Но это в любом случае вам, конечно, подумать над этим, но просто вот как я старый уже. Да я тоже. Ты же никого это не удивишься старости. Сколько с года? И расскажи. Мне страшно. Пример, как тебе. И что? Ну, лишнее телодвижение в этом возрасте уже не хочется делать. Наоборот, полезно. Искать где-то. Наоборот, полезно. Я знаю, что полезно, но... Работал голова. Ну, не знаю, не знаю. Ну, я помню, мы изначально на сайте у нас на старом был... Не было открытых турниров, и были как раз те самые ивенты, о которых ты говоришь, которые мы вели. И там публиковался счет, и, может быть, кто-то помнит об этом, бла-бла-бла. Но для того, чтобы освещать вообще все ивенты, нужно менять систему на такую, типа Вики, как это на Team Liquid сделано. Чтобы была инициативная группа, чтобы любой человек мог редактировать результаты. Это совсем не такой, не наш профиль, так скажем. Вот, поэтому в турнирах будут только открытые турниры. Прости. Просто у вас постоянно звучит о том, что, ну, упростить для новых пользователей, для вот этого все, да? И вот есть вот такие вот маленькие, ну, я не знаю, мне кажется, что первое, что приходит в голову, когда ты хочешь посмотреть какой-то турнир, смотришь на главную, смотришь вверх, смотришь турниры. Ты заходишь, и там нету, вот ты сейчас мне объяснил, я, грубо говоря, теперь понимаю, что вот такая ситуация. Но тот, кто об этом не знает. Я согласен. Есть вот такая проблема. Может быть, обсудить ее вам. Хорошо, мы подумаем. Спасибо, Ферст. Да. В общем, Михаил, ты сам конкурсируешь, сколько еще гостей будет? Я приглашаю. Еще два. Жиро поднял. Джиро. Жиро. Сейчас мы послушаем еще. Вот плохо, когда не можешь конструктивно человеку ответить. Здравствуйте, добрый вечер. Мое почтение, добрый вечер. О, добрый вечер. Я немножко со стороны. То есть я сторонний разработчик приложения для Android TV под вашу платформу. У меня, ну, не знаю, меня можно, в принципе, если уже вам не интересно, отключить. Почему? Вот. Что? Ну, просто так, мало ли вам не особо этой платформе интересна, в принципе. Подожди, у тебя есть вопрос какой-то или что? Да, у меня есть конкретный вопрос. Я занимаюсь разработкой приложения, у меня почти все хорошо, но не хватает документации, и из-за этого небольшие задержки. Так, какой документации? Например, на REST для получения там разных новостей, чего-то еще для того, чтобы добавить этот функционал для красоты и наполнить функционалом приложение для Android TV и более-менее получить приятный релиз. Так, нам нужно как-то организоваться, получается. Да, я однажды писал об этом, меня как бы дублировали в какую-то почту, но ответа после этого не было. Скорее всего, локи. Ну, возможно, из той документации, которая доступна в публичной ссылке… Да, там не все. Да, оно там не то, что не все, а я уже нашел половину на GitHub от чужих сторонних разработчиков. Да, мы шифруемся. Хорошо, ведь сможешь организовать процесс, нам, соответственно, нужно… У нас есть с этим проблемы, с документацией. Можешь ли ты написать мне в личку в Дискорде список опишек, которые тебе нужны? Вот прям максимально коротко, скажем так, емко, я даже так сказал. И тогда я постараюсь тебе в ответе дать все эти ссылки на эти опишки. Я там в этом? Правильно? Ну, да, во-первых, да, у меня был первый вопрос. Надо, не надо вам это в принципе. Второй вопрос… Мы можем тебе помочь, если вот ты в таком вот коротком виде сформулируешь его? Я смогу разработчику подкатить в моменты слабых разработчиков. Да, и разработчику подцепить. Кому бы я мог добавить в репозиторию, чтобы там человеки могли что-то смотреть, пользоваться, если вам это нужно. А про второе, про репозиторию я не понял, что это значит. Ну, у меня есть закрытые репозитории на GitHub'е, и, соответственно, если вам необходимо, я бы кого-нибудь добавил тоже, постороннего человека. А зачем? Ну, мало ли в другом кому-то что-то прям очень хочется. Ну, может, доктор Рэй будет интересно посмотреть. Если вдруг мы со своей стороны хотим внести изменения или за ревью, или что-то… Да, да, да. Просто, когда мы обсуждали это с Михаилом в почте, он сказал, что я могу публиковать это приложение под своим аккаунтом, и нет никаких претензий. Все так? Ну, как бы… И тут у меня потом в один вопрос, нужна ли потом монетизация, там, есть какие-то рекламные интеграции от платформы, чтобы… Ну, нужно ли эти пункты тоже добавлять? Хорошие вопросы. На самом деле мы это не обсуждали подробно. Я думаю, что нам нужно время, чтобы обсудить это. Доктор Рэй говорит, что он бы посмотрел. Но надо вот как раз сконтачить, видимо, в… Хорошо, да. Как минимум в двух разработчиков, как минимум, потому что доктор Рэй тот же самый мог бы, возможно, подсказать по опишке или по каким-то… Ну, точно, пиши мне в личку, а я выдам контакты доктора Рэя, вот точно. И продолжим тогда общение в таком формате. Да, если можно. Отлично. Спасибо большое за то, что делаешь, да. Ну что, у нас one and only фонбик. Да ладно! Ой, послушаем этого казачка, давай, заноси его. Сейчас будет такое виноватое выражение, интонация. Сейчас попробуем сыграть на чистую вины. Го. Ну, ждем invite, точнее фонбик принимай, кнопочка горит. А, да, здравствуйте, здравствуйте. Ну, здравствуйте, здравствуйте, рассказывайте, как у вас там. Все плохо, очень плохо, очень сильно жалею о том, что пришлось уйти. Вот, возьмите обратно, пожалуйста. У тебя партнерка, тебе нельзя, надо было с компоненткой оставаться и все. У меня вопрос, сегодня говорили о том, что сделали, а можно поговорить чуть-чуть о том, что планируете сделать, какие планы в дальнейшем? У тебя конкретно вопросы есть? Я так скажу. Ну, нет. А что бы я хотел услышать? Ну, просто вы все говорите, типа, мы сделали, мы сделали, а хочется узнать, о чем будете делать еще, что будет интересного на сайте. Хорошо, мы хотим поднять юзер экспириенс, это наш главный приоритет. Плеер, чат, фокусе. Это если совсем супер лайтовенько пройтись. Мы бы не хотим прямо сейчас вот загадывать и говорить о том, что мы, типа, хотим, вот, потому что, возможно, что-то поменяется. Но вот планы такие. Мы хотим, чтобы плеер был удобный, чтобы он быстро работал, чтобы качество там менялось красно, чтобы чатик был еще удобнее, чем сейчас. В общем, да. Все, чтобы пользователи кайфовали, а стримеры пользовались этим кайфом. Да, у нас другой просто принцип, ты же знаешь, Фомбич. Правильно Витя сказал, что иногда меняются планы, какие-то корректировки идут. И вот сейчас мы, например, заанонсили ачивки, а Савелий заанонсил по своей собственной воле, а мы не можем точно сказать, когда они будут. И с нас будут уже спрашивать. И гораздо лучше говорить о том, что уже сделано. Или, по крайней мере, о той какой-то бете, которую уже можно пощупать. То есть именно по этому бета-профиле и рассказы о том, что есть. Но Витя правильно сказал, что сейчас мы концентрируемся на, так скажем, базовых вещах. Не стараемся углубляться по функционалу, а стараемся сделать так, чтобы все работало стабильнее. Вот это ключевое. А, ну и, конечно же, если тебе интересно, мы с Twitch'а вот эту вот тему с этими, с GG'шками стырим. Это, по сути, единственное, что мы с Twitch'а стырим. А все остальное... Это, кстати, очень круто. Да. Это вот Витя уже нарисовал, просто... Ждет очень круто. А функционал такой же будет или там что-то будет? Мы сделаем сплав текущих заданий, которые у нас есть сейчас, с вот функционалом валюты канала. То есть можно будет делать челленджи не только за деньги, но и за активность. Круто. Спасибо. А, еще мы попросили одного китаиста, специалиста по китайскому языку, посмотреть на парочку китайских стрим-сервисов. Он их поизучал, прислал документ. Вот. И там, конечно, да, уже прислал. Но там, конечно, наркомания, но есть интересные вещи. Вот. Но, да. Опять же, нечего рассказывать пока. Понятно. Окей. Спасибо. Спасибо, Фомби. Спасибо тебе. Ну что, у нас пиф-паф, наверное, последний, он руку тянет. И, наверное, будем... Он тянет. Ну ладно, хорошо, давай пиф-паф. Так. Пиф-паф принимай. Нафиг китай, берите идеи за анимежи. Так, друзья, пока пиф-паф принимает, я напомню, что... Так, алло, алло. Алло, алло, кто здесь? Да. Привет, привет. Здрасте, здрасте. Такой у меня вопрос, в общем-то... Меня нормально слышно? Давай, нормально слышно тебя. Вопрос такой, не по технической стороне сайта, а по, скорее, административной. Вот вы говорили о том, что вам требуют сверстальщики и так далее, да, то есть IT-направление. Если у вас вакансии не по IT-направлению, просто в поисках работ. Нет, наверное, нет. Ну, можно... Ты не можешь играть? Что? 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 На басу играть умеешь? На басу. Нет. Поехали. У меня играть на нервах. Ну, я понял, понял. Хорошо, спасибо. Пока... Спасибо, пиф-паф. Ворвался как царь просто. Красава. Ну что... Давай итог подведу, наверное. Итог подведу. Друзья, пишите в комментариях к новости свой фидбэк, пожелания. Если вам понравился формат, соответственно, вот такой вот с открытым микрофоном, ну, я думаю, что мы и в следующий раз так же сделаем. Вот. Спасибо большое вам за то, что смотрите, заходите на ГГ, поддерживайте, делитесь идеями, вкладывайте время, Виктор, в сайт. Видите, очень много вложил энергии в сайт. О, и Сокол в PUBG начал играть. Время меняться к лучшему. Давайте мы еще скажем, что все вопросы, которые у вас остались, пишите к новости. Мы их все разбираем на задачки. Обязательно не пропускайте. Это возможность. Да. Спасибо. Согласен. Спасибо еще раз, Виктор. Спасибо всем, кто на сайте работает. В общем, ребята, прорвемся. Пока-пока-пока.